Можно начинать. Уважаемые коллеги, мы с вами начинаем. Да, уважаемые коллеги, прошу прощения за небольшую задержку. У нас одновременно идет совещание в другом кабинете. Мы надеемся, что коллеги закончат и присоединятся. Мы, видимо, будут присоединяться по ходу дела. Спасибо всем, что пришли на наш исследовательский семинар. Я, для тех, кто не знает, скажу, что у нас регулярно на факультете ведется такой семинар. Формат здесь несколько иной, чем лекционный. Мы стараемся делать акцент на проблемах исследовательского дизайна, на проблемах построения и проведения конкретных исследований. И все наши преподаватели раз в год выступают с таким докладом. На следующей неделе, в понедельник, в рамках такого же семинара буду выступать я с докладом про санкции международного сообщества. Сегодня я рад предоставить вашему вниманию нашего доцента Павла Усанова. Павла вы знаете, некоторые из вас как преподаватели, другие гости, наверное, знают Павла по многочисленным выступлениям на экономические и политические темы. Не откладывая дело в долгий ящик, и учитывая, что они уже задержались немного, я передаю Павлу слово примерно на час, как мы предполагали, а дальше мы обсудим доклад, дизайн, исследовательский вопрос в нашем небольшом группу, и если еще присоединяться к коллеге Павлу, спасибо вам. Уважаемые коллеги, я рад вас приветствовать на исследовательском семинаре факультета сравнительных политических исследований. Тема моего сегодняшнего выступления – влияние введения евро на фискальную политику стран еврозоны. И с самого начала я должен отметить, что эта проблема – это именно исследовательская проблема. И здесь я выступаю как один из исследователей, который пытается решить проблему, и следует отметить, что на данный момент даже основатели единой европейской валюты рассматривают процесс, который происходит в еврозоне, как далекий от первоначального замысла. Если мы возьмем работы Роберта Манделла, которого считают отцом евро, и посмотрим на первые шаги введения евро, и сравним их с тем, что происходило в европейской экономике последние 10 лет, то мы увидим с вами, что реальность несколько отличается от ожиданий. Отсюда даже самые большие поклонники единой европейской валюты задумываются над эффективностью этой денежной системы. Вообще, сама по себе идея оптимальной валютной зоны, она не является какой-то принципиальной новацией. И с древней эпохи до сегодняшнего дня возникал вопрос о том, как рассчитываться друг с другом различным странам и различным регионам. Выгодно ли им перейти на одну валюту, на одну денежную единицу, или же им выгодно сохранить свои собственные денежные единицы. По сути дела, эта проблема является вечной. Следует или не следует отказываться от национальных валют и заменять национальные валюты региональными или наднациональными валютами. Следовательно, сейчас очень важно понять, насколько эффективной является политика стран еврозоны. Достигли ли они лучших результатов, прежде всего в макроэкономике, по сравнению с теми странами, которые входят в ЕС, но не ввели евро. Можно сравнивать таким образом успехи или, наоборот, промахи. Можно посмотреть во времени на макроэкономическую динамику, посмотреть, каким был госдолг в момент введения евро, каким он является сейчас. Можно сравнить единую европейскую валюту с американским долларом. И несомненно, что в момент введения этой валюты неявной целью введения было предложить альтернативу доллару. Как я вижу сегодняшнее свое выступление и, в целом, исследовательскую проблему, которую мне хотелось бы с вами обсудить. Вопрос, который стоит перед экономистами, и, видимо, не только перед экономистами, но и политологами, и реально действующими политиками, можно ли сказать, что введение евро решило те макроэкономические проблемы, на которые это введение претендовало? В частности, так называемые мастерские требования, которые должны были привести к выравниванию государственного долга, сокращению государственного долга и дефицита бюджета, достигнуты они или нет. Вот об этом мы с вами тоже будем говорить. Моя гипотеза, основанная на первоначальном наблюдении, я попытаюсь ее проиллюстрировать статистическими данными и экономико-теоретическими размышлениями, звучит так, что введение евро, хотя она первоначально имела своей идеей иметь сбалансированный бюджет и фискальную дисциплину в качестве необходимого элемента для интеграции, к этому не привела. Введение евро никак не помешало значительному росту государственного долга. Все мы знаем о наиболее ярких эпизодах, драматических эпизодах, которые продолжают и сейчас привлекают внимание. Я имею в виду огромный долг Греции, огромный долг Италии, Испании и многих других стран. Как так получилось, что инструмент, задуманный как средство решения проблем стран, которые включаются в Союз, привело к некоторым непреднамеренным последствиям? Вот Фридрих фон Хайек не раз использовал в своих работах этот термин «непреднамеренные последствия». Хотели как лучше, а получилось как всегда. Хотели сделать так, чтобы зона евро была защищена от национальных и центральных банков и заменена некой более разумной политикой, но получилось не совсем то, на что рассчитывали. Итак, сегодня я вам расскажу как о аргументах, которые существуют в речи экономистов различных школ и направлений за евро, так и против евро. И попытаюсь показать на основе статистики, что происходило с странами еврозоны с точки зрения экономического роста, инфляции, безработицы, тэпов роста денежной массы, государственного долга и дефицита бюджета. Но, конечно же, начать необходимо с истории. Я кратко опишу и для тех, кто знает и для тех, кто не знает, основные вехи движения единой европейской валюты. Очевидно, что евроинтеграция – это идея, активно развивавшаяся под влиянием второй мировой войны. И первые шаги в сторону евроинтеграции – это, конечно же, объединение угля и стали, которое началось в 1950 году. Ну и дальнейшие процессы в законодательной системе стран Европы, в денежной системе были направлены на то, чтобы страны, входящие в Европейский Союз, имели более гармонизированную правовую систему, экономическую систему, чтобы протекционизм был заменен свободным обменом. В частности, это объединение угля и стали своей задачей видело сокращение барьеров на пути региональной торговли. То же самое касается введения шенгенских виз, отмен некоторых ограничений. Мы видим, что за последние 70 лет в Европе идея интеграции была и продолжает быть достаточно популярной. И в этом смысле евроскептики это люди, которые, по крайней мере, до кризиса 2008-10 годов были не очень популярны. Например, один из таких евроскептиков, Маргарет Тейчер, не привлекала особого внимания, когда говорила о том, что, отказавшись от Левиафана у себя в Великобритании, мы не хотим передавать власть Левиафану в Брюсселе. Соответственно, она была противницей того, чтобы Евросоюз становился более влиятельным, а национальная валюта, фунт, была заменена в евро. Хотя один период времени Великобритания находилась достаточно близко от вступления в Европейский валютный союз, известно, что в 1993 году Джордж Сорс, известный финансист и филантроп, играл против фунта, обрушив его в этот год и заработав очень много денег, он дестабилизировал европейскую валютную систему и как бы это послужило толчком к тому, чтобы фунт перестал рассматриваться как валюта в перспективе замененная евро. Так вот, Роберт Мандел, который до сих пор жив еще в далеком 1961 году, опубликовал работу о оптимальных валютных зонах, где как раз пытался показать, в чем состоит преимущество замены национальных или региональных валют на международную валюту. Конечно же, это экономия на затратах. Понятно, что если две страны торгуют друг с другом и у них разные валюты, то они, эти страны, имеют валютные риски. То есть, иначе говоря, если вы покупаете что-то у вашего торгового партнера, его валюта подскочила, ваша упала, это означает, что вы теперь должны будете заплатить больше. А другая сторона, наоборот, может выиграть от этого. Но и та и другая сторона понимают, что есть валютные риски, которые приходится хеджировать. Хеджирование – достаточно распространенный инструмент, позволяющий снизить риски колебания валюты. Но он не бесплатный. Соответственно, если вы заменяете региональные валюты на национальные валюты, например, Франция и Германия, могут теперь не думать о том, что франк или марка обесценятся друг по отношению к другу. И нужно это закладывать в цены, нужно платить банкам комиссии, нужно понимать, что спекулянты могут скупить одну валюту или распространять другую. Нету повода для того, чтобы валюта девальвировалась, либо ревальвировалась. То есть, скажем, и Франция, и Германия сейчас, поставщик и покупатель могут игнорировать валютные риски. С одной стороны, Манделл ставил такой аргумент в качестве преимущества валютного союза. Но есть и существенный недостаток. Дело в том, что если у страны единая валюта, то есть у двух стран единая валюта, то тогда каждая из стран может получить выгоду за счет другой страны. То есть, иначе говоря, можно включить печатный станок, увеличить размер государственного долга и не столкнуться с тем, что валюта обесценится. Потому что если вы имеете свою национальную валюту, и ваш центральный банк накачал экономику деньгами, проводя безответственную политику, вы расплачиваетесь за нее обесценением национальной валюты. Если же у вас одна валюта на две страны, то это означает, что вы проводите одну политику. И такая ответственность исчезает. Итак, я вкратце и описал, зачем в отделе евро. Первая причина – это тенденция к интеграции стран Европы после Второй мировой войны. Это стремление снизить издержки прежде всего на валютно-обменные операции. И неявная причина, но очевидно она существовала с самого начала – это попытка противопоставить американской денежной системе, американскому доллару некую альтернативу. Не зря, как только евро возникло, валютные спекулянты, финансовые институты восприняли евро как конкурента долларов. И на сегодняшний момент самая популярная валютная пара – это евро-доллар. А было время, когда, кстати, евро было дешевле, чем доллар. Итак, какие этапы предшествовали при существующей денежной системе? В 1944 году в Бреттон-Вудсе была конференция, на которой присутствовал в частности Кеймс, и была принята денежная система, просто существовавшая до 1971 года. Фактически эта денежная система закрепляла за долларом статус мировых денег, потому что это единственная валюта, которая разменивалась на золото – 35 долларов за троиц Крунс. Кстати говоря, обратите внимание на долларовую инфляцию, золото сейчас – 1200, то есть в 30-40 раз доллар обесценился по отношению к валюте, к которой он был привязан до 1971 года. Получается, в 1944 году эта система была создана, но из-за внутренних противоречий между желанием Федеральной резервной системы наращивать количество денег и способностью разменивать эти доллары на золото, произошел отказ при Ричарде Никсоне от размена, и стала складываться другая валютная система, где вместо фиксированных курсов, фиксированных по отношению к доллару, возникли плавающие. Но при этом было снято ограничение на возможности эмиссии. Фактически это означало, что страна, которая увеличивает денежную массу, если она является членом валютного союза, должна быть поддержана другими членами валютного союза. Так работали смитциновские соглашения, которые достаточно быстро рухнули. И так работал валютный коридор и валютная змея после 1979 года. То есть логика примерно следующая. Если ваша валюта дешевеет, то страны, которые входят в этот союз, должны поддержать ее. Потому что такое решение позволяет иметь некий коридор колебаний между валютами, позволяющие в перспективе сделать единой валютой. Вот если вы посмотрите на политику почти всех стран, которые вступили в еврозону, то прежде чем вступить, они должны были стабилизировать или даже привязать свою национальную валюту к курсу евро. Это называется синхронизация денежно-кредитная. Получается, что если вы вступили в союз и проводите чрезмерно экспансионистскую политику, то другие страны должны сделать так, чтобы ваша валюта не обесценивалась, то есть должны ее скупать. Это означает, что эта система косвенно стимулирует эмиссию. Более того, нужно понять, что эта система по факту не была системой фиксированных курсов. И разные центральные банки, которые были в Европе, проводили разную политику. Причем большинство проводили политику инфляционную. То есть значительно наращивали количество лир, франков и других национальных валют. Отличался от этого Бундесбанк, который проводил более консервативную политику, что приводило к тому, что периодически другие страны вынуждены были проводить девальвацию, так как Бундесбанк обеспечивал Европе самую, наверное, популярную валюту. Те, кто помнит 90-е годы или еще более ранний период, наверное, помнят, какова была роль немецкой марки в денежном обращении европейской и мировой экономики. То есть это была одна из самых популярных национальных валют. На сегодняшний момент этой валюты нет. Так вот, в дальнейшем этот валютный коридор и валютная змея позволили создать евро. Но предшественниками евро были SDR, это Special Drawing Rights, и EQ, расчетная единица, на которую ориентировались все страны до того, как было введено евро. Условно говоря, есть некая динамика различных стран, и на основе динамики рассчитывается курс EQ, некой расчетной валюты, и другие страны должны ориентироваться на курс этой валюты, как на некий норматив. То есть если ваша валюта слишком укреплялась по отношению к EQ, что вы должны были сделать? Вы должны были увеличить количество своих национальных денег, тем самым сбросить курс вашей национальной валюты. Если ваша валюта падала, то это должны были сделать другие страны, скупать вашу валюту. Либо вы должны были выбросить резервы, другие иностранные валюты. Вот сейчас наш Центральный Банк, Банк России, использует золотовалютные резервы для того, чтобы поддерживать курс рубля. Когда курс падает, Центральный Банк выбрасывает доллары. Когда курс растет, он скупает. Когда курс доллара падает, фактически он скупает. Когда курс растет, он наоборот распродает, чтобы стабилизировать курс доллара. То есть валюта интервенции это инструмент стабилизации. Теперь уже собственно к самому евро. В период 1987-1992 годов, когда рухнула Берлинская стена, рухнула советская экономика, евро чувствовалось не евро, а страны и валюты, которые в дальнейшем станут евро, испытывали достаточно хорошо, чувствовали себя достаточно хорошо. То есть каких-то значительных изменений курса. Поэтому желание перейти к системе денежной, где была бы одна валюта, в общем-то было поддержано политическими лидерами того периода. В частности, в 1992 году были подписаны мастерские требования, которые должны были распространяться на все страны, которые войдут в зону евро. Чуть позже я скажу об этих требованиях. В 1998 году был создан Европейский Центральный Банк. Рим Тюсенберг из Германии был первым главой Центрального Банка. Марио Драги сейчас является главой Европейского Центрального Банка. То есть это, в общем-то, молодая институция, если сравнить с Банком Англии, который был создан в 1694 году со многими другими банками, даже с Федеральной резервной системой, это молодая институция. В 1999 году возникает безналичное евро и принимается решение о выборе стран. Всего их вначале было 11, сейчас 19 стран в еврозоне, а в ЕС 28 стран. В 2002 году вводится в обращение наличные евро. В течение последующего периода времени к этим 11 странам еще присоединяются 8. Оставшиеся 7 стран имеют обязательства, некоторые страны не планируют, такие как Швейцария, заменять свою национальную денежную единицу на евро. Соответственно, на данный момент, в 2017 году мы имеем 19 из 28 стран, которые ввели евро. Бурманстерский договор – это своего рода лакмусовая бумажка, показывающая успешность или неуспешность фискальной политики до введения евро и после. Итак, для того, чтобы страна стала членом европейской еврозоны, она должна была выполнять как минимум два требования. Там их больше, но макроэкономические требования два основных. Госдолг должен быть меньше 60% ВВП, и дефицит бюджета должен быть меньше 3% ВВП. Если мы возьмем, собственно, так вот выглядит первоначально европейский центральный банк, если мы возьмем данные за этот период времени, то это похоже на такую логику, которую часто в школе или, может быть, в университете предлагают. Есть хорошие студенты, если к ним присоединить плохих студентов, то хорошие, благодаря своим интеллектуальным способностям, благодаря конкуренции, перетянут вот этих негативных субъектов в группе, и группа в целом будет развиваться. То есть логика евроинтеграции, я имею в виду именно еврозоны, а не всей Европы, состояла в том, что если всего в еврозону попало 15 стран, то если 11 стран уже выполняют те требования, которые есть, то оставшиеся 4 страны, они медленно, но верно станут также подчиняться этим требованиям. Сразу скажу, что 60% ВВП и 3% дефицита – это достаточно распространенные и понятные пределы допустимого госдолга. То есть того размера государственного долга, который не препятствует экономическому росту. Вот Роберт Манделл и его последователи рассчитали именно такой показатель. Соответственно, что мы видим на данный момент? В 2017 году 14 стран из 19 эти условия мастерские не выполняют. То есть они либо имеют дефицит бюджета больше 3%, я вот помню, был 2010 год, проблемы с Грецией, у них дефицит бюджета доходил до 15% ВВП. Почувствуйте разницу, да? 15% ВВП и 3%. Или возьмите размер государственного долга, который сейчас в Греции больше 170%. То есть почти в 3 раза больше, чем допустимые требования. Даже в Германии, которая всегда была образцом фискального консерватизма, не выполняются требования мастерские. То есть получается так, что самые лучшие страны в фискальном отношении пошли за транжирами. В кавычках, конечно. И на сегодняшний момент, несмотря на то, что мировой кризис эпатичный официально закончился еще в 2011 году, уже 6 лет прошло. В общем, проблемы с госдолгом и с дефицитом бюджета никуда не исчезли. Краткий взгляд на то, как выглядят карты Европы с точки зрения деления на Европейский Союз и на зоны Евро. Вот страны, которые приняли Евро. Португалия, Испания, Франция, Бельгия, Германия, Нидерланды, Финляндия, Норвегия. Вообще, если вы знаете, не является членом ЕС. Национальные валюты остались у Великобритании, у Швеции, Дании, Польши, Чехии, Румынии и других стран. Соответственно, беглый взгляд говорит о том, что, в общем, эта тенденция распространяется, расширение еврозоны. Но нам нужно как раз оценить успешность тех стран, которые ввели эту валюту. Какие аргументы за Евро звучат из разных лагерей. Я сейчас буду дополнять аргументы, которые уже звучали. Они, прежде всего, связаны с Манделл. Например, есть такой хорошо известный некоторым здесь австрийский экономист, представитель австрийской школы, Хесес Верто де Сотто, который считает, что между Евро и золотым стандартом есть очень много общего. И это замечательно. Поясню. Система XIX века, которая была во всем мире, и в России она была принята при Витте, и в Европе, и в США, подразумевала размен национальной валюты на золото. И золото фактически было мировыми деньгами. Это сдерживало возможности эмиссии. То есть, иначе говоря, сегодняшние кредитные деньги легко создать, а золото, естественно, невозможно так же создать, как и бумажные деньги или кредитные инструменты. Так вот, это серьезно сдерживало масштаб государственных трат. То есть, если ты слишком много потратил денег, у тебя осталось мало в казне, твоя национальная валюта будет не обеспечена, и ты столкнешься с необходимостью девальвировать свою валюту по отношению к золоту, а это серьезно ударит по твоим собственным будущим доходам. То есть, неявно золотой стандарт сдерживал экспансию государства. Это, в общем, известный факт, что XIX век – это век маленького государства и стабильных денег. Если мы возьмем индекс цен за последние 100 лет в США, то покупательная способность доллара сократилась примерно в 50, по некоторым подсчетам, 100 раз за 100 лет. А если мы возьмем период с 1821 по 1914, то за этот период времени, скажем, английский фунт стерлинга практически не изменил свою покупательную способность. То есть, это были стабильные деньги. По идее, евро на золотой стандарт, чем-то, похоже. То есть, это не позволяет национальным банкам, национальным правительствам, ну, национальное правительство позволяет, национальным банкам не позволяет проводить свою политику инфляции. То есть, грубо говоря, если страны сильные проводят политику разумную, денежно-кредитную, то те, кто присоединяются к этому союзу, уже не могут безумствовать. Они вынуждены принимать правила игры, которые подразумевают низкую инфляцию. Отсюда и возможность правительства в своей стране наращивать размер инфляции серьезно ограничена. Другое дело, что хотя на национальном уровне действительно это так, но на нам национальном уровне вполне возможно увеличивать денежную массу, что мы увидим и происходило. То есть, европейский центральный банк, он решал национальные банки право проводить свою собственную денежно-кредитную политику. Понятно, что правление ЕЦБ включает в себя глав банков, которые входят в еврозону, но тем не менее, все инструкции, все положения и окончательные решения принимаются централизованно и спускаются вниз для того, чтобы центральные банки отдельные государства проводили то, что скажет ЕЦБ. Поэтому получается, что вполне можно заниматься инфляцией, просто на другом уровне. Про сокращение издержек я уже сказал, про спекуляции я сказал, но и была еще идея, что за счет евро не будет каких-то серьезных потрясений. То есть, вот национальные валюты, если есть, они могут приводить к валюту войнам. То есть, одна страна девальвировала валюту, другая не девальвировала. Вот сейчас Китай и США постоянно говорят о том, что нельзя такой проводить политику друг к другу. Я имею в виду, что Трамп, в частности, говорит китайским властям, что те не допускают крепления своей национальной валюты, это бьет по национальным интересам американцев. Вот это классический пример валютной войны. Вот, по идее, введение евро должно было исправить страну от серьезных потрясений. Но мы видим, что за последние 10 лет очень много было проблем, прежде всего, в южных странах, хотя эти проблемы медленно распространяются и на другие страны. Вот, вкратце, аргументы против евро, теоретически. Первый аргумент связан с предыдущим, это как бы контраргумент, что замена национальных центральных банков европейским центральным банкам фактически позволяет ему неограниченно наращивать денежную массу. Почему это не так, когда есть много центральных банков? Ну вот, скажем, представим себе, что у нас Греция не имела бы евро, имела бы трахму, и вот она наращивает госдолг, этот госдолг приводит к инфляции, и своя валюта дешевеет. То есть она падает по отношению к евро, и, естественно, когда она дешевеет, это увеличивает спрос на греческую продукцию, на туризм, и, короче говоря, есть связь между вашей политикой и вашим курсом. А здесь ситуация другая. Здесь вы можете проводить одну политику, а получать совершенно другое. Что еще важно? Важно понять, что за счет введения права Европейского центрального банка покупать облигации проблемных стран возникает проблема moral hazard, очень хорошо известная экономиста, ну или моральный риск. Как это работает схема? Вот Марио Драги, как глава Европейского центрального банка, заявляет, что в следующем квартале будет выкуплено такое-то количество еврооблигаций, и Европейский центральный банк добавляет на это сотни миллиардов евро. Соответственно, что это означает? Это означает, что какое-то правительство, увеличив размер госдолга и под этот долг выпустив облигации, знает, что этот долг будет куплен Европейским центральным банком. Фактически это означает, что Европейский центральный банк говорит вам, если у вас есть проблемы с дефицитом бюджета, ну, в общем-то, мы купим у вас эти долги и дадим вам в обмен евро, если совсем упрощать. И, естественно, европейские банки прекрасно понимают, то есть они начинают встраиваться в эту систему работы с госдолгом, потому что это дает большую доходность, чем остальные. Это, кстати, похоже на ситуацию в 97-98 годах в России, когда огромное количество банков работало не с населением или предприятиями, а с облигациями федерального займа, называемые ОФЗ и ГКО. Пирамида, которая рухнула в 98-м году. Соответственно, проблема Моррел Хазер приводит к тому, что долг растет, и мы видим, что он действительно растет. Ну и про девальвацию, что если у вас есть страх девальвации, вам приходится проводить ответственную политику, то есть балансированный бюджет. Если вы проводите безответственную политику, что это означает? То же самое, что на уровне домохозяйства. Вы тратите больше, чем зарабатываете. Чем заканчивается такая политика у любого домохозяйства, если она тратит больше, чем зарабатывает? Либо приходится затягивать пояса, либо это редко кто выбирает умирать с голоду. Соответственно, то же самое касается и бюджетов национальных государств. Если вы имеете огромный дефицит бюджета и госдолг, придется рано или поздно за это расплачиваться. Лучше этого не делать. Что мы имеем на данный момент и какие у нас прогнозы по еврозоне? Мы видим, что государственный долг во Франции, в Италии, в Португалии, в Испании значительно больше допустимого предела, который был установлен маршерскими требованиями. То есть во Франции 96% и прогноз, что будет увеличение, в Италии 132%, в Португалии 128%, в Испании больше 100%, в еврозоне в целом больше 90%. Это говорит о превышении среднего показателя предельного. И на самом деле здесь некоторые улучшения мы видим. Если мы посмотрим на фискальную политику, скажем, Греции в последние годы, там они сократили размер дефицита бюджета, но госдолг серьезно не сократился. Вот то, что касается дефицитов бюджета различных стран еврозоны. Вот хороший пример страны, которые имеют свою национальную денежную единицу, которая столкнулась с финансовым кризисом. А это Исландия, которую мы все хорошо знаем после чемпионата мира по футболу. Но еще это интересный кейс, потому что в Исландии нет евро, в Исландии используется крона. И действительно в Исландии был очень-очень большой кризис. Пять крупнейших исландских банков разорилось в период кризиса 2008-2010 годов. На секундочку, их активы превышали в 14 раз ВВП этой маленькой страны. То есть это колоссальный был крах. И как только он произошел, естественно, валютные власти ограничили движение капитала. Несколько месяцев назад они от этого отказались. То есть вновь происходит значительный рост в Исландии. Получается, что крона обесценилась и фактором стало увеличение количества иностранцев. Ну, в общем-то, это известный эффект девальвации. В России, когда была девальвация в 1998 году, в четырехкратном размере у нас обесценился рубль по отношению к доллару. Тем не менее, это привело к самым быстрым темпам экономического роста постсоветской России. 10% в 2000 году. 10% так росла российская экономика. Сейчас она, как известно, 7 кварталов имеет отрицательный рост. А статистические службы, которые теперь будут подчинены Министерству экономики, считают, что все-таки мы уже вышли из кризиса. У нас есть устойчивый рост. Ну, 0,3%. Уже есть рост. Это хороший пример. Ну, в том смысле, что страна столкнулась с кризисом, действительно упал курс национальной валюты, зато это стимулирует их экспорт, стимулирует туризм. Плохой пример это, естественно, Греция. Плохой в том смысле, что кризис наступил, свою валюту не девальвировать. Это приводит к тому, что еще и в Греции сильные профсоюзы и рынок труда существенно зарегулирован. Это приводит к огромному росту безработицы. Безработицы в Греции больше 24%. Это на сегодняшний момент, видимо, самый большой уровень безработицы. Итак, вот пример с Исландии. Как работает кейс с девальвацией? Другой вариант, другой аспект. Это государственный долг, размер государственного долга по отношению к ВВП на третий квартал 2016 года. Но ситуация не сильно изменилась. Обратите внимание, что самые проблемные страны это Греция, Португалия, Италия, Кипр. Я об этих странах говорю. Уровень долга в странах евро больше, чем в тех странах, где евро нет. То есть это еще один повод сравнить успешность и неуспешность стран Европы в зависимости от того, ввели они евро или нет. Получается, что в среднем те страны, которые ввели евро, имеют может быть чуть больше, но тем не менее, больший размер государственного долга по отношению к ВВП. Вот страны, у которых госдолг меньше. Но если мы возьмем уровень 60%, действительно очень большое количество стран нарушает. Вот по данным Евростата есть данные, как меняется у нас размер государственного долга по отношению к ВВП. Вот Бельгия нарушает 108%, Германия нарушает 69%, Германия, которая была ядром европейской экономики. Ирландия нарушает, Греция 176%, немаленький размер госдолга. Испания нарушает, Франция, Италия, Кипр, Мальта, Нидерланды, Австрия, Португалия, Словения и даже Финляндия. Ну, Финляндия совсем чуть-чуть превышает. То есть, если мы сравним 2017 год...